Вопрос, куда я приехал? Я приехал покушать, естественно. Вопрос, где бы я кушал? Ну, по сути, событий не так много мест, где мне нравится. Еда в городе Магнитогорске. Их не очень много, кстати. Рестораны не все те, в которых я бы хотел кушать. И цена вопроса. То бишь, если мы говорим о вкусной и качественной пище, то, пожалуй, только столовую по-домашнему для меня и рулит. К сожалению, здесь, рядышком с Горным институтом, столовую по-домашнему я не видел. Хотя нет, я вижу. Она за моей спиной. То же самое. Вы сюда приходите, так же кушаете. Никаких проблем нет. Единственное, что вывеска немножко не та. Но, тем не менее, вы поймете, что это та же столовая по-домашнему, которая располагается рядышком с Горным институтом, с Горно-Металлургическим университетом. Сейчас это одна штука по всему городу. Другого места и нет. То есть выйти отсюда можно. То есть мы находимся напрямую с Южного выхода. Вот, от Южного выхода до сюда дойти 50 метров. Ровно. Кроме всего прочего, другие места. То есть заехать сюда никаких проблем нет. Единственное, что дорога односторонняя, но, тем не менее, машины вы здесь поставить можете и легко. И уже спокойно перекусить здесь. А место-то хорошее. Почему раньше не придумано, я не знаю. Представляете, Горно-Металлургический университет. Знаете, сколько учащихся? Да море. И это вам не банки и торговые центры. Они, конечно, тоже хороши. Но в университете, а это самый большой комплекс по получению нормальных знаний в городе Магнитогорске. Так вот здесь людей, получающих он и столько, сколько нет ни в одном месте города. А они, естественно, хотят кушать. И это правило. Так почему бы и нет? Блиная или пиццерия с домашним клоном. Это как? А круто. Ценники. Ну, посмотрите. Ценники. Ну, столько же, сколько, как и в лакомке. Ассортимент, правда, больший. К слову, мне тут на день рождения торт дарили. Так вот, съели мы его быстро, и это было круто. Дали еще круче. Коктейли, пиццы, чебуреки, беляши и, естественно, блины. Но чем вам это не радость, то отличный и правильный конкурент? Ну, я сегодня кушать не буду. Поверьте мне, здесь все очень красиво. Потому что это, в принципе, столовая для студентов. Ну, ближе, чем Горный институт. И вы места другого-то не найдете. Ровно 50 метров от южного входа. Улица Калийна, 25. К слову, конечно, что здесь есть для студентов. Но, как вы уже все видели, все стоит реальные копейки. То есть, ну, максимальная сумма 35 рублей. Средняя сумма 25 рублей. Покушали, все изумительно. То есть, можно за сумму небольшую здесь перекусить, в принципе, хорошо. Но я вам еще раз объясняю. Большая перемена, она одна. Представляете, сколько сюда может народ прийти? И поэтому все будет очень быстро, вкусно. И вы перекусите. Мало того, есть еще вторая большая перемена. Для тех, кто учится во вторую стену, также сюда пришли и перекусили. Дальнейшее мероприятие, это, естественно, банкеты. Ну, почему нет? Вы прекрасно знаете, как готовят столовую панамашку. Она готовит изумительным образом. И вы можете сюда прийти и покушать и банкеты. В том числе, к слову о том, что есть другое блюдо, в смысле, другие вещи. К сожалению, такое часто случается, но мы все смертны. То есть, надо понимать, что рано или поздно разговор о бытие здешнем закончится, да? И вам необходимо будет, ну, естественно, человек похоронить. Да, конечно, это все не очень хорошо, по одной простой причине. Почему я плачу, когда в похороны? Потому что я очень привязываюсь к этим людям. Я прекрасно понимаю, что мы с ними когда-то встретимся. Но это будет чуть позже, естественно. Вот. И встретимся, и пообщаемся. Будет, наверное, другая обстановка. Тем более, когда один человек оттуда пришел и его просто свозили туда, там было небольшое пятистишье. Он сказал, что даже слов человеческих нет, как бы описать, как там хорошо. Просто нет слов. Поэтому будем надеяться. Но, тем не менее, нам необходимо все-таки попрощаться с людьми. И тем более, представляете, да, у нас все-таки зима, это 9 месяцев в году. На левый берег съездите, да, в любое место. Попробуйте человека похоронить. Ну, сложная процедура. И когда вы оттуда приезжаете, вам холодно становится, холодно и хочется покушать. Поэтому мы предлагаем прийти все-таки сюда, да? Здесь есть все то, что хорошо и то, что вкусно. Потому что я был во многих местах. И мне везде это нравилось. Практически везде мне не нравилось. Мне здесь нравится, потому что я знаю, как здесь готовят. К слову о том, блюдо много разных. Цена просто 230, 280, 310 рублей. Ну и, естественно, постное блюдо, что мне в действительности-то и нравится. То есть я люблю ментай жареный, лапшу, ну и все остальное. Потому что мне это очень нравится. Еще я люблю очень сильно горошек. Так вот, это субблюдо всего 200 рублей стоит. Поэтому, господа, если вы сильно хотите покушать, приезжайте сюда, никаких проблем нету. Доехать абсолютно легко и просто. Проспект Ленина, до проспекта Ленина, грубо говоря, 250 метров. До улицы Карла Маркса, по проспекту Карла Маркса, 150 метров. До южного входа института 50 метров. То есть мест никаких нету. Кушать и получать удовольствие. Потому как все едино. Сначала вокзал, затем центральная ярмарка, затем университет, затем торговые центры на Завинягина. Да, господа, я вам все-таки советую. Не кушать то, что не облаком единым пахнет. Ну мы как-то без пиццы и без суши выиграли войны. Да легко. Мы ели то, что нам готовят. Вкусненько. Во как. Вкусно, как в столовой по-домашнему. И вот она новая точка. Прямо рядом с южным входом в университет. Как это хорошо, когда можно здесь перекусить. Потому что я так учился в этом горном металлургическом университете. В смысле, тогда это еще было... А, институт тогда это было. На улице выбегал, кушать хотел. И знаете, куда бегал? В свое время были несколько мест. Вкуснейших. Чебуречки. Две чебуречки были. Одна возле Деда Сережи была. Вон тут у него место. В свое время он жил... Кооперативной... Комодой. Квартира, короче, на двух хозяев. Вот там внизу можно было. Потом ее спалили в 93-м году. Дальше можно было бегать. Знаете, куда? То, как современник. Там еще чебуречка стояла. Ну, чтобы можно было хорошо покушать. Вообще, было время крутое, представляете? Но сегодня время немножко другое, да? Можно и там перекусить. Но я не знаю, насколько это хорошо и качественно будет. Теперь я вам предлагаю другой вариант. Выйти с южного входа горно-металлургического университета. И прямо через 100 метров вы будете здесь. Даже через 50 метров. В любом другом месте. Вот прямо на Калинина 25. Вы это дело знаете. Вы знаете, как сюда найти. Кроме всего прочего, маленький вопрос такой есть, да? Мне вот все сейчас говорят, что почему вы не даете нам работу? Я говорю, работа есть. Работа есть. Надо только прийти сюда. Сейчас я телефончик вам укажу. Прийди сюда. Но единственный вариант. Конечно, нельзя бухать. Ну, сколько можно? Ну, ребятки. Все, хоре. То есть мне уже 44 года, извините, подвиньтесь, уже 5 лет, или 7 лет я уже алкоголь не употребляю. То есть, ну, понятное дело, как вы должны тоже находиться. То есть, все, закончили. Теперь у нас другое состояние души и тела. Мы работаем, мы получаем деньги, мы потом ездим отдыхать. Ну, в общем-то, в принципе, все нормально. То бишь, кого здесь ждут? Тех, кто умеет готовить пищу. Потому что здесь готовят по-домашнему.